Папа Франциск отправился в Мараницкий собор Богоматери Милосердия, где его приветствовали катехизаторы, священники, епископы, религиозные деятели и члены церковных движений. Этот собор находится в нейтральной зоне острова, находящейся под контролем Организации Объединённых Наций, поддерживающей мир. Северная треть острова была захвачена Турцией в 1974 году. С тех пор Кипр пытается вернуть себе эту территорию, которая находится под турецким влиянием. Это событие оказало глубокое влияние на страну и католическую общину, как сказал папе маранитский патриарх Антиохии кардинал Бутрусраи. «В наши дни, после событий 1974 года и разделения острова количество маранитов составляет 7 тысяч человек». В XIII веке сообщество маранитов насчитывало 80 тысяч членов, но их количество на данной земле уменьшилось из-за войны преследований. Папа Франциско выслушал свидетельства, в том числе и от этой монахини. Она рассказала о турецком вторжении 1974 года, как передали ей старшие члены её общины. Им пришлось бежать, чтобы спасти свои жизни, но они думали, что скоро вернутся. Прошло 47 лет. Папа Франциск рекомендовал проявить терпение. Он сказал, что это необходимо для объединения Кипра и церкви. Он привёл в пример святого Варнаву, покровителя острова. Папа напомнил о терпении Варнавы к недостаткам первых христианских общин. Папа Франциск сказал, что церковь должна действовать таким образом и сегодня, и в частности в Европе, где христианство утратило былое влияние. Это также важное послание для церкви по всей Европе, отмеченной кризисом веры. Мало пользы в том, чтобы быть импульсивным и агрессивным, ностальгирующим или сварливым. Вместо этого хорошо двигаться вперёд, читая признаки времени, а также признаки кризиса. Нам нужно начинать проповедовать Евангелие с терпением. Католическая церковь на Кипре включает верующих как латинского, так и маронитского обрядов. Их история всегда была отмечена преследованиями, учитывая их близость к мусульманскому миру. Многие марониты из Ливана мигрировали на Кипр, а с Кипра в другие страны. Теперь у них есть общины в Австралии, Мексике, США и Аргентине.